Хэнерад, с вами Дэн, и это вторая часть рубрики, которая вам очень зашла под названием Speed Building. Сегодня в этой части я буду строить уровень за 1 минуту, 10 минут и час в стиле Дансмана. И так, вот мы уже находимся в редакторе, и давайте я вам сейчас покажу сначала, что за геймплей я сделал для постройки этого стиля. Я сделал геймплей достаточно большим, как для той же 1 минуты или 10, и очень простым. Дело в том, что стиль Дансмана очень простой, и Дансман в своих уровнях делает достаточно простой, но приятный стиль блоков, а насчет бэкграунта вообще не запаривается и не декорит его никак. Итак, опять же, как и в первой части, опять же, изменений никаких, я ставлю таймер на 1 минуту и готовлю строить как можно быстрее. Честно, я не имею представления, как и из чего я хочу сейчас декорить блоки. 3, 2, 1. Так, сначала мы сделаем бэкграунд, который я люблю, который Дансман любит. Потом вот так, потом граунд сделаем фулл чёрным. Блядь, я уже, по-моему, всё пронебался. Давайте вот такие попробуем какие-то поставить. Опа, опа, опа. Вот так вот, что ли, да, ну херня полная. Голубого цвета, opacity на 80, это прозрачность. 11 секунд, да. Попытка очень провальная. Переснимаем! Итак, переснимаем, потому что первая попытка была максимально провальная, и у меня не было никакой определённой задумки. Но сейчас я попробую использовать те же объекты, что и в моём уровне Emerald Z. А точнее, в парте в стиле Дансман. Раз, два, три. Так, ставим вот это. Блядь, я уже проебался. Голубой цвет. Ставим прозрачность на 50. Ставим здесь вот такой вот. Здесь такой вот. Здесь вот так вот. Я тороплюсь как могу, народ, поэтому комментировать не смогу особо нормально. Так, теперь ставим вот это. Даём ему этот же цвет. 8 секунд. Ну, блоки я успеваю доделать, а вот далее, например, я хотел вот эти вот блоки сделать чёрными. Да. Разбежался. Ну, я не знаю, есть ли тут смысл что-то показывать, потому что я нихрена не успел сделать. Но за 10 минут я могу, кстати, очень качественно сделать, и я даже не представляю, что я здесь буду делать целый час. По-моему, охуенно. Так, заходим на уровень, где у нас уже стоит название 10 минут, и готовимся делать то же самое, только круче. Раз, два, три. Я телефон швырнул. Охуенно. Так, бэкграунд ставим этот же. Граунд такой. Бэкграунд голубой. Вот так потемнее. Здесь так, здесь вот так. Вот теперь выделяем всё здесь. Select all. Даём третий цвет, допустим. Здесь досыщенно голубой. И прозрачность 50. Чё, выглядит охуенно, охуенно. Как и надо, заебись. По-моему, это выглядит слишком убого. Надо сделать переход, чтобы он был гораздо быстрее. Теперь надо вот эти вот блоки сделать чёрными. Потому что я хочу, чтобы какие-то блоки, типа вот этого вот куска, были тупо чёрными. 6 минут 44 секунды осталось. Ну, нормально успеваем. Так, теперь надо добавить glow. Где у нас glow находился? Glow у нас находился здесь. Ну, опытный креатор. Заметная, сука. Так, остаётся всего лишь 5 минут. Теперь я вот так вот приподниму шипы. Потому что я люблю, когда так делают. 3 минуты 30 секунд. Я забыл сделать пол нормально. Ладно, может быть, я и напиздел с тем, что я успею сделать за... Сколько я там говорил? За 10 минут? Да. 2 минуты 30 секунд остаётся. И я бы хотел задекорить блоки внутри. Дерево. Тот же блок, что мы использовали в прошлый раз, но это похер. Да, ну я зафейлился с этой идеей. Короче, у нас остаётся полторы минуты. И я, сука, полчаса это дерево сранное обрабатываю. БГ, 4 секунды. Вот так. Ах! Ладно, вначале как-то я вот это... Так, тихо я сказал. Вначале я забыл сделать fade out, но при этом сделал fade in. Я дурак, можно я это исправлю? Вы, надеюсь, не против? Окей. Так, теперь давайте посмотрим, как выглядит готовый парт за 10 минут. Честно, я думал, я больше успею сделать за 10 минут. Так и быть. Может быть, реально, когда я буду делать парт с теледасмена за час, я использую всё это время. Ладно, может быть, когда я буду делать парт за час, я реально использую всё это время полноценно. Ну, а теперь заходим в уровень с названием 60 минут. Что ж, нажимаю старт, без лишних слов, через 3, 2, 1, и всё, время пошло, 1 час. Погнали! Так, осталось всего лишь 10 минут. Вот, фу-то, блин, прошло всего лишь 10 минут, и я очень много всего успеваю сделать. Как вы знаете, в спидбилдингах в этой рубрике я не использую скейлхак, дабы вы могли повторять то же самое, что здесь сделано. Не у всех есть читы. Если бы мог использовать, я бы вот эти вот блоки, которыми сейчас заполняю пространство, я бы их просто увеличил до 10 или 12 размера и заполнял бы ими пространство в разы быстрее, удобнее, и экономил бы заодно объекты. Так, прошло всего лишь 20 минут, и остаётся ещё целых 40. Я могу очень, на самом деле, сильно раскинуться, потому что здесь у меня пока идей каких-то вообще толковых нету. Но сейчас я займусь тем, что я точно хорошо представляю, это бэкграунд. Бэкграунд я хочу сделать из лучей. Так, вот что я хотел сделать, это появление вот этого вот объекта. Смотрите, как мы делаем. Мы делаем вот так. Мы выделяем вот это всё, даём ему свободную группу и даём этой группе полную прозрачность. Теперь включаем превью мод, дабы нам видеть прозрачные объекты и заходим на свободный слой. Допустим, у меня это будет седьмой. А теперь мы создаём границы блоков, которые нельзя поворачивать, из тех объектов, которые можно, как бы, так. У меня остаётся 30 минут 51 секунда и теперь вот это всё мы выделяем. Так же самое блоки заполнения, вот эти вот чёрные, я так же самое их выделяю, они не прозрачные, я их прозрачный не делал и даю всему этому свободную группу, например, 8. Теперь я захожу на слой с триггерами и ставлю Rotate Trigger, которому даю группу 8, а в качестве центра надо будет установить этот центр, например, пусть будет этот вот объект. Возвращаемся на слой с триггерами, здесь даём центру девятую группу, вот это всё мы как-то крутим, чтобы оно всё крутилось. Теперь я сделал, чтобы эта штука вращалась в нужный момент и я отдаю свободную группу всем пилам с их подсветками, после чего я захожу на слой с триггерами, ставлю триггер Move, даю эту же свободную группу и делаю следующие действия. Мне надо посмотреть, как я там в одном моменте делал движение. Теперь я захожу на опять свободной слой, дабы мне не париться, и делаю то, что любит и Дантсмен, и очень люблю делать в своих уровнях я. Берём Glow, и здесь я бы очень хорошо воспользовался скиллхаком, но как бы мы им не пользуемся, поэтому сейчас эту тему будет сложно реализовать, я скажу вам так. Захожу на самый высокий слой, делаю до третий, потом вот так копирую, 75, окей, я не помню, был ли у меня альфа-триггер с этой прозрачности, но я играю на время, поэтому похуй. Теперь мы заходим в тот же слой с триггерами, ставим Move Trigger, ставим эту группу 11, время, какое хотим, например, 999, и делаем так, чтобы он двигался вместе с игроком по координате X. Да, выглядит-то максимально уёбично, и скорее всего мне придётся сейчас воспользоваться скиллхаком, потому что без этого здесь никак, вы как бы эту подсветку сбоку никак не сделаете без скейллхака. Как вы знаете в спидбилдингах, в этой рубрике я не использую скейллхак. Так, я беру вот этот объект, захожу в скейллхак, и, например, даю ему размер 6. Вот, то, что мне надо было. Я знаю, что я делаю, наверное, полную хрень какую-то, потому что чё-то я, да, начал как-то тупить сильно. Теперь я сделаю на свободном, опять же, слою, ставлю частички. Короче, беру, расставляю вот так вот рандомно совершенно частички, копирую их всех, делаю меньше, и расставляю ещё больше, только мелкие. У меня осталось 14 минут. Так, частички на санимфоне я сделал попрозрачнее, теперь мне надо сделать так, чтобы они так же само ехали. Что ж, я тут посмотрел, и решил, что надо частицы сделать ещё попрозрачнее, где-то на восьмёрочку, наверное, да. А также я бы хотел сделать глова. Я вижу, что слишком пусто, даже как для уровня Дансмана, поэтому надо добавить глов. 5 минут. Фух. Слишком просто, не хватает накинуть каких-то деталей. 12 секунд, и, в принципе, всё, у меня уже нечего добавлять. Хотя, ладно, время выходит, всё, вышло. Но у меня появилась идея, что добавить только сейчас. Я думаю, ничего страшного не будет, если, опять же, задержусь на минутку буквально и добавлю это всё. Вот, я просто хотел бы накинуть травы, которую я забыл. Эту деталь важную, это обязательно. Так что, вот эти вот 5 секунд, которые я забыл траву добавить, это ничего страшного. Ну и всё, в принципе, на этом эта часть готова. Я готов вам представить уровень за час в стиле Дансмана. Честно говоря, мне не особо прям понравилось, хотя стиль его я вроде бы передал. Короче, народ. Одновременно с этим видео я выкладываю в группу ВК видео с полностью доработанной версией парта в стиле Дансмана. Обязательно перейдите в группу ВК и посмотрите, как сейчас этот парт преобразился, когда я его доделал вне вот этого времени за 1 час. Это просто пушка! В общем, посмотрите. Что ж, ну а на этом вот этот видеоролик подходит к концу. Судя по статистике первой части рубрики Speed Building, она вам очень зашла и мне это нравится, потому что мне эта рубрика тоже, как и вам, очень сильно зашла. Что ж, ну а на этом вот этот видеоролик подходит к концу. Это был уровень стиля Дансмана за 1 минуту, 10 минут и час. Ну а с вами был, как всегда, я Дэн и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok